Друзья, всем привет, с вами снова Айс, добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего полноценного и честного обзора это бюджетный телефончик, бюджетная новинка от компании Tecno. Tecno в этом году выпустила целую россыпь обновлений в линейке Common и в линейке POVA. Младшую POVA 6 Neo и старшую POVA 6 Pro 5G мы уже рассматривали на канале, ну а сегодня мы говорим о среднем представителе линейки POVA 6, но можно и сказать, что с префиксом 4G. Телефончик в версии 8.256 на текущий момент времени можно купить примерно за 20 тысяч рублей. И именно за эти деньги его предлагает интернет-магазин Play.ru, где помимо всего прочего можно купить большое количество электроники и бытовой техники по самым низким ценам. Так что если подбираете себе какую-то новинку, проходите по ссылочке в описании. Комплект поставки здесь вполне себе традиционный для большинства телефонов Tecno. Вы получаете целую россыпь макулатуры, здесь гарантийный талон, информация по сертификации, краткое руководство пользователя. Также здесь будет фирменный прозрачный чехольчик неплохого качества с достаточно большим вырезом под модуль камеры. Ну и естественно очень мощная зарядка на 70 ватт, что приятно видеть в не самом дорогом телефоне. Также здесь будет кабель USB Type-C и инструмент для извлечения SIM-лотка. У меня телефончик вот в таком вот сером цвете. Ну и мы видим традиционный рисунок на тыльной стороне. Он такой вот дизайн мека, как называет его Tecno, который ассоциируется с таким вот механизмами, электроникой. И в общем-то довольно подходит этот дизайн телефону, который в линейке Tecno отвечает в первую очередь за игровую составляющую. Но вот так же эти телефончики всегда славились неплохой автономностью. Здесь у нас не рекордно огромный аккумулятор, но неплохой на 6000 мА. И заряжается он довольно быстро, благодаря 70-ваттной зарядке. Всего лишь за 50 минут. Телефончик получился довольно крупным из-за того, что экран здесь 6,8 дюйма. Это AMOLED матрица. Ну и в толщину телефон почти 8 миллиметров. Он полностью выполнен из пластика. Тыльная сторона такая вот блестяще глянцевая. Ну а по периметру мы видим матовый пластик. Телефончик весит примерно 200 грамм. Что касается органов управления, они традиционные. Кнопка включения и клавиши регулировка громкости находятся у нас с правой стороны. Ну а с левой стороны находится сим-латок. С верхней стороны мы видим динамик и микрофон шумоподавления. С нижней стороны 3,5 миллиметра. Type-C, микрофон и еще один динамик. Здесь у нас стереодинамики. Это действительно очень здорово. Ну и сам экранчик у нас AMOLED. Он очень неплохого качества, довольно яркий и сочный. Максимальная яркость здесь приближается к 1000 нитам. Что будет вполне себе достаточно даже для использования телефона на улице в яркий солнечный день. Ну и шим-подсветка здесь 2160 Гц. Так что если вы боитесь за свои глаза, не переживайте. Коэффициент шим здесь минимальный. Экран поддерживает у нас 120 Гц. Также есть промежуточные значения 90 и 60 Гц. Ну и адаптивная регулировка также присутствует. Система здесь HiOS на базе 14-го андроида. Ну и насколько я знаю, с этого года компания Tecno обещает нам целых два полноценных обновлений системы. Что для Tecno можно сказать очень круто. Потому что предыдущие телефончики, дай бог, получали одно обновление. Но будем, как говорится, посмотреть. Если этот телефон действительно в свое время получит Android 16, это будет неплохо. Что касается начинки, то здесь она вполне традиционна для большинства телефонов за 20 тысяч рублей. Под капотом здесь MTK G99, но маркетинговая приставочка Ultimate здесь имеется. В общем и целом этот процессор ничем не отличается от обычного G99. Здесь у нас 8 гиг оперативки и 256 гигов внутреннего хранилища, но бывает еще версия 12-256. Что касается производительности, то здесь опять же все вполне себе традиционно для телефона на базе G99. В Antutu мы получаем примерно 440 тысяч баллов. И в принципе для 2024 года это такой вот стандартный результат для телефона, который позволит комфортно себя чувствовать в большинстве приложений и даже игр. Понятное дело, что Genshin на максималках здесь не поиграешь, но на низких-низки-средних вполне себе неплохо. В Geekbench телефон набирает 550 баллов на одно ядро и почти 1800 на все 8. В общем опять же стандартный результат для G99. Ну и чем меня этот процессор всегда радовал, это тем, что он абсолютно холодный. И троттлинг-тест проходит всегда без сучка и задоринки. Вот и здесь мы видим практически абсолютно зеленый график. Да, бывают небольшие скачки, но тем не менее производительность на уровне 211 гипс в среднем и максимум 219. Внутренний накопитель здесь стандарта UFS 2.2, не самый скоростной. Но тем не менее вы получаете примерно 900 мигов на записи и чуть менее 1000 на чтение. Но это неплохой результат для телефона за 20 тысяч рублей. С точки зрения модуля коммуникации, здесь у нас полный джентльменский набор всех возможностей из 24 года. Два диапазона Wi-Fi, Bluetooth версии 5.2, ну и естественно модуль NFC. Все это здесь присутствует. Но вот скорости, которые выдает телефон, не очень-то и радуют. 500 мегабит выдает мне провайдер, ну а здесь я получил примерно 200. В общем, не самый выдающийся результат. Зато на улице телефон порадовал. Я всегда тестирую модуль GPS. Здесь мы получили целых 2 метра точность, что очень здорово. Большое количество спутников в поле зрения и 10 в использовании. Причем большинство из них в зеленой зоне. Так что вы комфортно сможете пользоваться этим телефоном в качестве навигатора. Благо дисплей позволяет. Ну и что мне понравилось, здесь все очень неплохо с автономностью. G99 известен своей достаточно высокой энергоэффективностью. Плюс ко всему здесь AMOLED дисплей, который опять же довольно бережлив, если вы используете его не на максимальной яркости. И аккумулятор 6000 мА. Я получил целых 2,5 дня работы, но это естественно без игр и примерно 10 часов экранного времени на автоматической яркости. В это время входило несколько часов навигации, мессенджеры, социальные сети, просмотр ютуба, браузинг интернета, фото, видео, достаточно большое количество звонков. В общем, вполне себе такое рядовое использование телефона. Но, повторюсь, без игр. Как и у большинства телефончиков Tecno, здесь у нас стереодинамики. Я не могу сказать, что они какие-то выдающиеся по качеству, но вполне себе неплохие по громкости. Так что вы сможете комфортно смотреть киношки, играть в игрушки, но и при желании музыку послушать. Хотя я предпочту использовать 3,5 мм, благо этот разъем здесь имеется. В общем, неплохое качество, неплохая громкость, динамики здесь хорошие. Что касается качества связи, то тоже никаких нареканий. Пользовался телефоном не так, чтобы очень много, он у меня был в качестве резервного. И, собственно говоря, достаточно большое количество телефонных звонков я принял. Стояла симка Ростелеком, я в основном в движении нахожусь, и в Подмосковье бываю, и в Москве бываю в командировках. В общем, постоянные передвижения. И здесь, вне зависимости от того, где я находился, в принципе, к качеству связи никаких вопросов у меня не было. Что касается фото и видео, то это не камера-фон. Тем не менее, основной модуль камеры здесь на 108 мегапикселей. Это Samsung HM6. Довольно неплохой модуль, который мы часто видим в среднебюджетных Tecno и Infinix. В общем, здесь никаких вопросов к этому модулю нет. Он действительно позволяет делать очень четкие детализированные фотографии, которые радуют и цветопередачей, и детализацией. Особенно на улице в яркий солнечный день. Причем вы можете использовать трехкратный цифровой зум практически без потери качества. Но, по крайней мере, эти фотографии запросто можно использовать в социальных сетях. И никаких вопросов по качеству ни у кого не возникнет. Фронтальная камера здесь пускает 32 мегапикселя, но не самая навороченная. Опять же, мы довольно часто видим ее в телефончиках Tecno и Infinix. И, в принципе, чего-то очень хорошего или очень плохого про нее сказать нельзя. Она довольно средняя. Для фото, в принципе, ее хватает, особенно если снимать на улице. Но в помещении уже получается не очень. С точки зрения видеозаписи телефончик тоже порадовал. Снимает 2К30 как на основной, так и на фронтальный модуль. Но, правда, это без стабилизации. Имеется еще и ультра-стабильный режим, правда, уже в формате Full HD 30. И вы сможете поснимать плавные кадры. Но я все-таки предпочту снимать именно в 2К30 в статичном режиме, либо же буду идти спокойно. Тогда вы получите очень красивую детализированную картинку. Давайте посмотрим на примеры и будем резюмировать. На основную камеру можно снимать в форматах вплоть до 2К30 кадров в секунду. Но, правда, в этом режиме стабилизации у нас не будет. Есть возможность использовать трехкратное приближение цифровое. Понятное дело, что это не оптическое. Естественно, качество картинки ухудшается. Ну и в 2К30 понятно, что картиночка у нас довольно тряская. Так как стабилизации нету. Но фокусировка хорошая. Так что, если хотите снимать в стабильном режиме, здесь уже придется переключиться на Full HD и активировать специальный ультра-стабильный режим. Но если идти не спеша и делать плавные проводки, то, в принципе, и в 2К30 можно неплохо поснимать. И это более детализированное будет, более четкое видео, чем в Full HD. И я думаю, что многие предпочтут именно этот режим, а не суперстабилизированный в Full HD. Опять же, что очень приятно, и такое встречается не так часто в бюджетных телефонах, даже на фронтальную камеру вы можете снимать в 2К30. Опять же, имеется ультра-стабильный режим Full HD 30 кадров, который активируется отдельно. Но я думаю, что, опять же, многие предпочтут снимать в 2К30. То, что я вижу на экране смартфона, мне действительно нравится. Очень натуральные, естественные цвета. Довольно неплохо телефончик справляется с освещением. Я сейчас в такой затененной области нахожусь. Но, понятное дело, что нужно идти не спеша, чтобы картиночка была довольно плавной. Но, в общем и целом, можно сказать, что телефон не разочарует. Опять-таки, учитывая, что направленность его, естественно, это не камера. Это не камера-фон. И вот для не камера-фона телефон вполне себе достойно снимает. POVA 6, средненький из линейки POVA этого года, как мне кажется, получился наиболее оптимальным. Переплачивать за версию 5G, как по мне, совершенно не стоит. Ведь MTK Dimensity 6080 не сильно-то и мощнее. И при всем при этом вы переплачиваете просто так. В России 5G не особо актуален пока, поэтому я думаю, что именно POVA 6, самая обычная, будет идеальным вариантом для тех, кто хочет получить максимум возможностей в пределах 20 тысяч рублей. На 7 я буду заканчивать. С вами был Айс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока!